здравствуйте приветствую вас на youtube канале про цветок сегодня с вами работает ученый агроном ломонос петр речь сегодня пойдет об удобрениях о каких а именно об органических почему эта тема актуальна сейчас потому что осенью очень хорошо внести почву органические удобрения это повысит плодородие почвы это раз потом есть некоторые другие нюансы о которых я и расскажу дальше смотрите значит вот беседа с новыми с вас с дашниками огородниками понимаешь что вы не всегда у нас как бы органические материалы органические удобрения как бы вновь ассоциируются только с навозом вот или перогноем на самом деле понятие органических удобрений гораздо гораздо шире в общих чертах давайте поймем что органические удобрения бывают переработаны перогнившие и бывают сырые органические удобрения переработанное органические удобрения это тот же самый перегной который вы прекрасно знаете растительные остатки которые полежали или навоз который полежал он превышается перегной почему название перегной перегнил это переработанное органическое удобрение также к органическим удобрениям переработанным мы отнесем торф, мы отнесем сапропель к органическим удобрениям переработанным, мы также отнесем золу, потому что зола это также уже переработанное органическое удобрение. Также к ним можно отнести еще мел и доломитовую муку. Это все органические удобрения, которые мы будем носить в почву. Так вот, это группа удобрений, которые переработаны, их можно носить в почву как весной, так и осенью. Но чаще всего эти удобрения носятся все-таки весной а вторая группа сырых органических удобрений вот это как раз и будут наши компосты которые мы закладываем из различных растений это различные виды навоза это кора это опилки это все наши сидераты это все сырая органика так вот для того чтобы эта органика превратилась удобно такое варимое состояние для наших растений она должна подгнить она должна минерализоваться и только тогда она станет доступна нашим растениям так вот для того чтобы эта органика стала доступна растениям проходит как бы от зависимости от погоды от условий где-то от трех до месяцев до полгода смотрите что получается что если мы эти удобрения сырые удобрения будем вносить весной наш наши растения первую половину лета они просто-напросто голодают они не могут взять никакого питания из нашей внесенной органики вот а чтобы этого избежать все органические удобрения мы будем уносить осенью почему сырые удобрения внесенные в осенью значит почва замерзает медленно они почве минерализуются они не реализуются это раз вот и летнюю пору процесс разложения идет очень быстро и как бы часть удобрений может потираться просто напросто улетучиться а вот когда мы запахаем их внесем почву осенью мы будем что и что иметь что это органика останется в почве почва наша нас насытится органическим веществом почва наша крещением посеву будет более рыхлой более рыхлой там больше воздуха ходит а значит на более благоприятно будет для наших растений которые мы будем выращивать ну необходимо учесть значит такие нюансы не все растения любят органику об этом не забывайте также наш к органике особенно отзывчиво отзывчиво будут корнеплодные растения но они отзывчиво на органику виде пирогноя свежего навоза они не переносят свете свежего компоста эти если посадить даже сидираты заделать почву и посеять корнеплоды наши корнеплоды будут иметь плохое качество они будут ветвиться они будут будут болеть и появятся нами язвочки различные все это результат внесения свежей органики поэтому под их мою но под эти растения мы будем носить пирогной свежий навоз мы можем внести только по несколько культур это огурцы кабачки репа и все виды капуст только эти культуры переносят переносят как бы свежий навоз поэтому только под эти культуры если мы не успели внести осенью только весной можно дать все остальные культуры мы будем давать органика которая уже переработанная которая уже уже перед перегнила ну а очень еще почему благоприятно этих работ потому что сами понимаете весна проходит быстро весна буквально месяц любой зоне не только у нас белоруссии но и других местах весна проходит быстро это месяц как бы всех напряженных работы все как бы уже очень быстро наступает тепло начинается грубо говоря летом вот а осень нас длинная даже у нас в наших широтах белоруссии схожих так других регионах близких к нам по климату осень продолжаться едва ли не до нового года поэтому не спеша можно унести ту органику почву и и станет меньше работы весной значит ни в коем случае даже и органические удобрения даже будь то и перегнойные не вносится по такие культуры как зеленые и у не укроп не салат не любят не любят удобрений органических они тоже начинают расти плохо учтите этот факт те культ эти культуры должны высаживаться на второй год после внесения органики не шли органику посадили требовательной культуры те же корнеплоды те же тыквенные культуры посадили только вот значит также к органическим удобрениям очень требовательный очень отзывчивый на органические удобрения в несения это луковичные растения и лук и чеснок очень любят почве что почве была органика но не свежий навоз если бы здесь почву иметь хорошие крупные луковицы также учитывается этот 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 нюанс ну и вот перед тем как нести органику как бы проблем больших нету что делается сам процесс сам процесс происходит очень просто по поверхности почвы мы разбрасываем органику значит пропорции внесения органики от 5 до 8 до 8 килограмм на метр квадратный грубо это ведро перегноя получается в одном ведре 10 литровом 5 килограмм свежего навоза 7-8 килограмм одно ведро на один метр квадратный такой такой способ внесения разбросали а уж чтоб наша органика быстрее быстрее минерализовалась она быстрее росла но быстрее разлагалась почве что процесс ускорился а также обезопасить нашу почву от гнилостных бактерий которые есть в почве мы используем препарат триходерма обязательно что растворяем триходерму ну как растрат триходерму опять же немного остановлюсь потому что мы я делаю как бы не совсем правильно правильно нашу триходерму будет носить следующим образом где-то мы можем дома можем на даче вскипятить воды воде из расчета на 10 литров воды мы растворим 300 грамм сахара развели 300 грамм сахара на 10 литров повтораю вот и на это количество мы даем 100 граммовую палочку дрожжей обыкновенных дрожжей и ставим тепло ставим тепло буквально через 2-3 часа видно что уже процесс пошел как говорил наш товарищ горбачев когда-то пошел процесс началась значит наш раствор который разбудит нашу триходерму готов после этого берем добавляем в зависимости от того чайную ложку столовую ложку смотря на каких целей мы используем триходерму добавляем триходерму этот раствор перемешиваем выжидаем это еще полчаса чтобы наша триходерма проснулась и она тогда будет ну будет жизнедеятельна в почве и нашу органику которую мы будем закапывать почву сбрызгиваем обильно обильно сбрызгиваем этим раствором ну и после этого у нас заделываем чашу все мы заделываем лопатой почему лопатой делается более качественная вот плоскорезом мы не заделываем плоскорезом наша вся органика останется наверху вот это нами совсем не совсем желательно это лучше делать весной а на зиму органику лучше заделать заделать почву потому что он почве обычно еще раз повторюсь почва будет медленно промерзать и наша органика будет минерализоваться и лопаты перекапываем значит смысла глубоко закапывать органику нет наиболее оптимальное условие разложения органики и для растений будет хорошо это глубина 15-20 сантиметров на такую глубину мы заделаем нашу органику заделали нашу заделали нашу органику положили лопатой просто перевернулись на эту глубину примерно перевернули и процесс закончен и значит учтите сразу мы когда вскопали ни в коем случае на зиму кратки если мы не предполагаем засевать мы не граблями не ровняем не выравниваем поверхность такая вот поверхность которая просто вскопан волнистая такая грубая она будет очень хорошо впитывать влагу потому что в эти ложбинки будет снег ложится дожди будут проходить все будет очень хорошо впитываться почвой это раз во вторых такая неровная поверхность очень хорошо значит погибают многие вредители которых мы как бы земли мы их перевернули землю мы достали эти этих вредителей зимучих наверх и на такой глыбистой структуре эти вредители просто напросто зимой вымерзнут так что ответить а сколько нюансов от осеннего внесения органических удобрений если вы так почитываете нашим советам будете обрабатывать и что трихо 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 дермы поливать значит вас растение весной будет расти очень очень хорошо это раз во вторых весной освобождайте себе время у вас органика внесена весной останется только слегка подрыхлите эти градки и можно смело высевать любые культуры вот так что сырую органику старайтесь заделать сейчас облегчить свой труд весной хороших вам урожая подписывайтесь на наш канал смотрите нас до новых встреч до свидания